Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о первом послании Евангелиста Иоанны, обратимся к четвертой главе. В предыдущей главе разговор у Евангелиста зашел, помимо прочего, о том, что будут разные типы духовности или духовные типы пытаться обольстить верных. Впрочем, во второй главе тоже об этом речь заходила. И вот в четвертой главе он как бы, так сказать, приступает к этой теме вплотную и говорит «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они?» И это прямо задание, задание, которое читателю следует на себя принять, попытаться как-то исполнить. Евангелист говорит «Испытывайте духов, проверяйте, от Бога ли они?» Заметьте, кстати, что он не говорит «Идите к специалистам, к профессиональным верующим, каким-нибудь там, как это называется, специалистам по духовности, чтобы у них спросить про духов, вот это от Бога или не от Бога?» Он вообще не видит ситуации, когда, так сказать, мы начинаем, как слепые поводыри слепых, учить друг друга. Нет, сами, говорит он, испытывайте духов, сами, каждый, испытывайте духов, от Бога ли они? Иногда это физически ощущается. Иногда, когда мы слышим, как люди, брызгая слюной, пропагандируют насилие, обман, еще какой-то дрянь, ну прямо, действительно, это чувствуется легко. Иногда это не так просто. Не зря Евангелист в предыдущей главе говорит «Да не обольщает кто вас». Поэтому испытывайте, проверяйте, думайте об этом. Вот это развлечение духов, обязанность христиан, обязанность каждого причем, потому что никто этого не сделает за другого. И дальше он говорит вот что «Духа Божьего узнавайте вот как». Духа Божьего узнавайте так. «Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога». И два здесь соображения. Первое, что касается развлечения духов. «Всякий дух», ну, там, некое благовествование, весть, месседж, который люди из своего сердца износят и привносят в мир, который говорит о том, что Иисус – это спаситель мира, Иисус – Сын Божий, Он пришел во плоти от Бога. И то, что Иисус сказал, есть неопровержимое. Слово Божье первостепенное в своей значимости, не подлежащее модификации нам. Сказал Иисус – не убей, значит, не убей, и нечего тут юлить. Сказал Иисус – не бери чужого, значит, не бери чужого. И нечего тут рассказывать, да, что-нибудь еще. Вот Иисус есть Христос. Это значит, что то, что Он сказал, есть истина в последней инстанции. Это и есть последняя инстанция. Значит, дух, который от Бога, дух, который, для которого Иисус Христос есть последняя инстанция. И первая, кстати говоря, тоже – Альфа и Амик. Но, правда, еще у второго стиха есть один болезненный для христиан аспект, выяснившийся, ну, скажем, где-то лет через 200, может быть, больше после написания этих слов. Дело в том, что среди христиан всегда существовало и существует изрядное разномыслие в самых разных вопросах о божественной природе или о почитании того или другого, о возможности почитания изображений или невозможности, прочее, прочее. Ну, прям действительно огромное количество, что ни возьми, все будет множество мнений. И, в общем, практика христиан всех сводится к тому, что всякий, кто не согласен со мной в каких-нибудь мелочах, уже не от Бога. И поэтому от него надо отделиться, его надо пресекать, преследовать, угнетать, желательно с помощью императора. А евангелист говорит, есть одна точка, которая делает нас христианами – исповедание того, что Иисус есть Христос, пришедший во плоти. И, значит, всякий, кто это признает, от Бога. А что там еще какие-то мнения, идеи и так далее – это другой разговор, это не так важно. Это не отлучает тебя, вот эти разные мнения по частным вопросам. То, что у православных обычно называют теологуменом, частными богословскими мнениями. Это не отличает тебя, не отлучает тебя от единства во Христе. Ну, в общем, невозможно не видеть прямую противоположность практике догматических и обрядовых расколов вот этим словам Евангелия. Одно из самых нелицеприятно судящих нас высказываний всего Нового Завета. Всего Нового Завета. Всякий дух, который не исповедует Христа, пришедшего во плоти, это не от Бога, это дух антихриста. Но вы, говорит евангелист, вы от Бога и победили это все. Потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Он говорит о Боге, который пребывает в его читателях. Пребывает, потому что они исповедуют Иисуса Христом, пришедшим во плоти. И они исполняют заповеди. И значит, Бог пребывает в них. Он в вас. Уже сейчас, уже сегодня. Вот в этом исполнении заповеди, в этой любви к ближнему, совершенный вид глагола. Вот что чрезвычайно важно здесь нам увидеть. Буквально почти в каждой фразе. Бог явился. Бог вошел внутрь. Вот через этот свет, через исполнение заповедей, через исповедание Иисуса Христом. И дальше евангелист говорит, ну вот, давайте теперь будем любить друг друга. Собственно, это и есть для него быть христианином, принимать свет Божий, принимать благовествование. Будем любить друг друга. Потому что это от Бога дар. Любовь, она исходит от Бога. И если ты любишь тот, кто любит, значит, это рождение от Бога произошло, совершилось. Значит, оно уже неотменимо и непобедимо. Если ты любишь, то ты не только от Бога рожден, но ты и с Ним знаком, личная встреча, знакомство с Богом произошли у тебя. Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. И дальше он говорит, а если кто не любит, тот не знает Бога. Потому что нет другого пути или способа его узнать. Потому что, говорит евангелист, Бог есть любовь. Бог есть любовь. Это тоже, конечно, фраза, которую мы все время используем, ну, пытаясь как-то завуалировать, что ли. Ее смысл затушевать. Евангелист говорит о том, что любишь, значит, в Боге. И Бог в тебе. Бог в тебе, значит, ты любишь. И одно без другого не бывает. Сам Бог и есть любовь. И вообще, наверное, бессмысленно и неправильно, некорректно ставить вопрос о том, исчерпывает ли это утверждение, без сомнения, догматическое в своей природе, исчерпывает ли оно все, что мы можем о природе Божьей, о Боге знать. Нет или да, не знаю. Но для евангелиста важно увидеть, что нам не надо пытаться к этим иным трансцендентным мирам прорваться путем поедания мухоморов и всяких тому подобных веществ. У нас есть возможность экзистенциальной встречи с Богом в полноте его природы, потому что Бог есть любовь, и будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Вот еще раз повторю, что вообще невозможно считать эти слова исчерпывающим откровением о Боге, но оно абсолютно необходимо и неизбежно, потому что никаких других, помимо этого пути, путей для встречи с Богом нет. Теперь дальше он продолжает, дополняет, вернее, эту мысль, говорит, ну вот посмотрите, то, что Бог есть любовь, мы сказали, его собственная любовь к нам, она явлена. Мы видим это, она открылась в том, что Бог послал в мир Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него, чтобы мы получили жизнь. И это еще одно, так сказать, откровение. Что хочет Бог, зачем Бог затеял, так сказать, всю священную историю, все то, о чем повествует Евангелие, чтобы мы получили жизнь через Него. Евангелист говорит о том, что это не мы Бога возлюбили, не мы, а Он возлюбил нас и послал Сына Своего. И раз так, говорит Евангелист, ну тогда и мы будем любить друг друга, потому что это и есть пребывать в Боге, это и есть пребывать в жизни. Бога не видел никто никогда, но Он пребывает в нас, если мы любим друг друга. А любить друг друга, заметьте, для Евангелиста, это не переживание, чувство, эмоции, все, что связано с выбросом в нашему мозгу, окситоцина и дофамина. И возопресина еще. Любовь – это значит, как он в предыдущей главе говорил, если у тебя есть достаток, и ты видишь нуждающегося брата, поделись. Вот это и есть любовь. Это поступок, который ты можешь совершить. Потому что человек не может вызвать в себе переживания, чувства чего-нибудь. Обычно это будет крайне ненатуральная имитация. А поступок, приняв решение совершить, ты можешь совершить. И поэтому, если мы любим друг друга, не имеется в виду воздыхание. Имеется в виду поступки. И если мы это делаем, значит, Бог в нас. И любовь его совершенно пребывает в нас. И мы узнаем то, что он пребывает в нас, потому что он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем мира, что Иисус есть Сын Божий. Вот для Иоанна, вероятно, еще актуально такое одно из первых еретических течений, которое называется декитизм, которое утверждало, что Иисус не был по-настоящему человеком, был такой кажимостью, полупрозрачной тенью, призраком, не знаю, ну вот чем-то эдаким. Но не настоящим человеком. Поэтому он так часто, евангелисты, он так часто подчеркивает, мы видели, мы видели, свидетельствуем, это некажимость. Иисус есть Сын Божий, и Он послал Сына Спасителем мира. И вот реальность воплощения, в Евангелии, конечно, еще больше мы найдем тому свидетельств. Вот это реальность пребывания Бога в Иисусе Христе, то, что Иисус есть Сын Божий. Вот это важно для евангелиста. И в этой реальности воплощения мы познаем любовь, которую имеет к нам Бог. И еще добавляет евангелист одно рассуждение, короткое о том, что присутствие любви в наших поступках, присутствие любви в наших поступках, свидетельствует нам о том, что мы пребываем в Боге и Бог в нас, и Сын Божий Иисус Христос действительно становится тем, что объединяет нас в общении с Ним и друг с другом. И поэтому страх суда, страх суда перестает быть мотивом нашего поведения, наших поступков. Мы уже не боимся, потому что в наших поступках есть любовь. Бог нас принял, и мы приняли Бога, и исповедовали Иисуса Христом, Сыном Божьим. Ну чего же дальше бояться-то? Чего там дальше бояться? Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. Как и Иисус поступает мудро, милосердно и всегда по любви. Так и мы поступаем в этом мире, как Он. И поэтому вот дерзновение в день суда. Ой, как не понравилось это все христианам. Мы таких понастроили воздушных замков, мытарств каких-то, чистилища, вот этого вот всего, и представление о том, как страшно в день суда. Ну, просто потому что не поступаем по любви. Вот и все. А евангелист Иоанн, вот он не боится. И он говорит то, что он говорит. Совершенная любовь, настоящая. Не в смысле лучше, чем хорошая, еще, еще, еще и совершенно. Нет, просто настоящая любовь побеждает страх. Побеждает. Потому что соединяет нас с Иисусом. А соединенным с Иисусом, любящим друг друга, уже как бы не важно, что там. Суд, не суд, страх, не страх. Мы уже перешли от смерти к жизни, как пишет евангелист Иоанн в одной из предыдущих глав. И снова он повторяет. Но любить Бога, чтобы вот так быть с ним в единстве, это значит на практике любить брата своего. Потрясающие слова. Он говорит, конечно, что кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Потому что если ты брата своего, которого видишь, вот он перед тобой, не любишь, ну как ты можешь любить Бога, которого не видишь? Да, это будут пустые, абстрактные слова. Ну и еще раз повторю, важно для евангелиста, что любовь – это тот поступок, в котором проявляется присутствие и действие Бога в твоем собственном сердце. Потому что это Отец Небесный дал нам такую любовь. Смотрите, какую любовь дал нам Отец Небесный наш. В нас нет любви, в нас нет источника любви. И если мы ее являем, если мы поступаем по любви, значит ее дал Бог, просто потому что больше ей ниоткуда взяться. Больше ей ниоткуда взяться, в нас самих ее нет. И поэтому это действительно знак и свидетельство присутствия Бога.